Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Детские лагеря дневного пребывания открылись не только при школах. В этом году по благословению Преосвященнейшего Амвросии епископа Нефтекамского-Ибирского для ребятишек распахнул в свои двери Кафедральный Петропавловский собор. Лагеря организовали для воспитанников воскресной школы. Приходят сюда ребята от 8 до 15 лет. Наш лагерь православный действует с 24 июня по 5 июля. То есть две недели сделали пробный вариант. За это время уже прошедшие наши дети были в паломничестве небольшом, в Николоберезовке, чтобы поклониться в образе встретили Николая. Также в музее были тоже в Николоберезовском. Была у нас для старшей группы сделана велопрогулка по тропе здоровья. Ну и в основном занятия еще и при храме. То есть за эти две недели дети участвуют в богослужебной жизни прихода нашего храма Петропавловского. За полдня эти ребята успевают и поучиться, и поработать, и отдохнуть. Девочки становятся настоящими рукодельницами. В этом году они усиленно изучают вышивание. Кто-то на полотенцах тренируются, а кто-то уже самостоятельно украшает свою одежду. Одно из ежедневных занятий – чтение на церковно-славянском языке по чутким руководствам преподавателей. Читают все от мала до велика, причем не из-под палки, а с удовольствием. Борис Мустафин считается в группе одним из старших. Ему уже 15, но проводить хотя бы часть каникул здесь мальчику только в радость. К рыбу в Одессе я чувствую. Можно по-свойски вопросы какие-нибудь разъяснить. Может быть, гулять спокойно можно вместе, потому что уже давно очень все знакомы. Ну и на экскурсии выбираетесь, да? Экскурсии? Пока что, пока не было. Вот в музей собираемся. Сейчас пас начался, может быть, мы как бы по углублению возьмемся, с мальчиками сядем. Вот, еще написание поизучаем. Так, для себя. Вот, чтобы... Ну вот, мы по возрасту, и мальчики в алтаре служим еще. Уже смены распределили. Скоро, может, и... Может, в этой области профессию получать будем. Вот так. А после занятий на заднем дворе храма под тенью цветущих лип с мечом бегают и воспитанники, и преподаватели, и служители церкви. Играют и в казаки-разбойники, и в вышибалы. Главное – шумно и весело, чтобы лето прошло на отлично. Наталья Бурова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова